Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки и сегодняшняя наша тема 114 сура Священного Корана Сура «Ан-Нас» Уважаемые зрители, иншаллах мы с вами постараемся разобрать эту суру и я постараюсь иншаллах указать на самые распространенные ошибки и применять правила таджвида и те правила, которые мы с вами уже прошли и уже знакомы. Итак, я прочитаю эту суру. Обратите внимание. Итак, уважаемые зрители, первое правило, которое начинается в особенности по правилам долготы, начинается отсюда. Бисмиллахиррахманиррахим. Хотя Бисмиллахиррахманиррахим не является первым аятом из 114 сура Сура «Ан-Нас», то есть Сура «Люди». Итак, Бисмиллахиррахманиррахим. Переходит в Суккун и по тем правилам, которые мы применяли с вами по отношению к Сура «Фатиха», те же самые правила, стандартные правила. Хочу напомнить, что правила таджвида ни в коем случае не меняются по всем достоверным десятичтениям. Одни и те же самые правила. Исключением некоторые правила, которые добавляются к этому, иншаллах, чисто специализация изучается в науках таджвида. А в данный момент все правила таджвида, которые мы с вами прошли, они применяются по отношению ко всем аятам Священного Корана, также к 114 суре. Итак, Бисмиллахиррахманиррахим. У нас три варианта остановки. Два, четыре и шесть. Или два, или четыре, или шесть. Если мы применяем правила удлинения два раза, Бисмиллахиррахманиррахим, значит, во всех последующих моментах нам нужно долготу применять только в размере двух огласовок. Давайте будем применять, будем выберем, с вами выберем четыре огласовки для полноты произношения, окончания, связанных с этой сурой. Итак, Бисмиллахиррахманиррахим. Первый аят. Куль. Звук каф. Будьте очень внимательны, чтобы звук каф не произносилось, как мягкий каф. Потому что куль переводится с арабского языка, как скажи. А куль кушай. Так как хамза и айн, это гортанные звуки, нужно доли секунды четко разделить при произношении этих звуков. А-у. 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 И в размере двух огласовок. Естественно, удлинение. Куль. А-у-зу. Би-рабби. Ра твердое. Ба удваиваем. Из ка-сры мы уходим на удвоенную букву нун. Так как звук нун солнечный звук, и поэтому мы перепрыгиваем. Куль. А-у-зу. Би-рабби. Н. А. Сперва нозализация. Правило науки таджвида гласит. Правила таджвида подчиняются скоростью чтеца. В зависимости, какой уровень скорости выбирает, количество нозализации, количество удлинений, то есть мера долготы, будет меняться. Если среднее чтение, как мы с вами изначально ориентируемся. Куль. А-у-зу. Би-рабби. Н. Ас. Это в размере двух огласовок. То есть нозализация в размере двух огласовок. Теперь. Долгота. Алифа. Мы выбрали 4. Значит 4. При остановке огласовка аннулируйте, переходит сукун. Итого получается первый аят произношения правила. Правильное произношение первого аята. Куль. А-у-зу. Би-рабби. Н. Ас. Н. Ас. Звук син. Свистящий звук. Нельзя прерывать резкой остановкой. Потому что свист прекращается и произношение, правильное произношение звука син невозможно будет. То есть. Куль. А-у-зу. Би-рабби. Н. Ас. Невозможно. Н. Ас. Доли секунды нужно удержать. Итак. Второй аят. М. Алики. Н. Ас. То же самое правило. М. А. Л. А. К. Согласовки. Касра. Уходим на удвоенный звук. Аннулируется у нас алиф и лям артикль. Почему? Потому что звук нун солнечный. Удерживаем в размере двух огласовок. Остановка сукун. То же самое правило. Вот это правило. М. А. Л. А. К. Н. А. С. Удлинение в размере четырех огласовок. Идем дальше. Удлинение в размере двух огласовок. Естественное удлинение в размере двух огласовок. Вот. То же самое. Правило стандартное. Во всех этих аятах правило окончания суры стандартно будет. Без изменений. И поэтому намного легче произносится эта сура для вначале изучения правильного чтения Священного Корана. Удерживаем нозализацию. Удлинение в размере четырех огласовок. Остановка. Итого получается. Три аята я прочту. Будьте внимательны. Удлинение в размере четырех огласовок. Идем дальше. М. Ч. Звуки арабского алфавита делятся на две части. По отношению к правилу ихфа. Это твердое произношение ихфа и мягкое произношение. Все звуки, которые являются мягкими звуками и подчиняются правилам ихфа, произношение ихфа будет мягким. Итак, чинь у нас мягкий звук. И поэтому мил-щаджи – это очень ошибочная и распространенная ошибка. К большому сожалению, нужно от этого отдаляться. Мил-щаджи – язык ни до чего не должен дотрагиваться. Ни до зубов, ни до десны, и кончик языка не дотрагивается. И поэтому мил-щаджи – произносим полноценную огласовку мим. Звук мим с огласовкой кесра. Мин-щаджи – удержание в размере двух огласовок. Мин-щаджи – ша-жи. Ра – мягкий звук. Ша-жи – ша-жа-жи. Ошибочное произношение. Очень ошибочное произношение. Нужно избавляться от таких ошибочных произношений. Мин-щаджи-л. Так как звук вау является лунным звуком, и поэтому мы останавливаемся на ляме. Мин-щаджи-л-вас-ва. Два счета. Ударение. Мин-щаджи-л-вас-ва-сил. Здесь мы пропустили огласовку. Сукон. Останавливаемся, потому что ха – у нас лунный звук. На ляме останавливаемся. Ша-жи-л-вас-ва-сил. Ха. Ха. Не ха-хэ. Нет. Ха-а. Звук а. Следует заметить, что в арабском языке отсутствует четкое произношение звука о. В арабском языке такого звука есть. Есть твердое произношение а. Ха. Мин-щаджи-л-вас-ва-сил. Ха. Хан. Тоже самое правило, как и предыдущее. Удержание, нозализация в размере двух огласовок. Удлинение в размере четыре раза. Остановка. Сукон. Итого получается четвертый аят. Мин-щаджи-л-вас-ва-сил. Хан-на-с. Итак, уважаемые зрители, пятый аят. Эл-ля-зи. В размере двух огласовок. Удваиваем. Начинаем с фатхи. Эл-ля-зи. Удлинение в размере двух огласовок, потому что естественное удлинение. Что такое естественное удлинение? Красноречивый араб при произношении этого слова не растягивает удлинение этого звука дольше, чем двух огласовок. И поэтому ориентиром является произношение красноречивого араба. Эл-ля-зи. Ю-вас. Ю-вас. Ви-су. К большому сожалению, одной из самых распространенных ошибок это является ю-фас-вису. Вау или ю-вас-фису. Вместо вау произносят звук фа. Нужно очень быть внимательным, потому что буквы фа и вау это губные звуки, произносятся с губ. И поэтому нужно более убедительно и четко стараться произносить этот звук. Эл-ля-зи. Ю-вас. Ви-су. Фи-и. В размере двух огласовок. Сад. Твердый звук. Суду. 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 Два счета. Суду. Рин. То же самое, аннулируется. Назализация в размере двух огласовок. Удлинение в размере четыре звука. Су-кун. Итого получается. Эл-ля-зи. Ю-вас. Ви-су. Фи-су. Суду. Рин. Нас. Суду. Суду. Идем дальше. И последний аят. Шестой аят. Сто четырнадцатой суры. Мин-эль. Мин-эль. Перепрыгаем на су-кун. Мин-эль. Мин-эль. Джи-н-эти. Удержание в размере двух огласовок. Назализация. Мин-эль-джи-н-эти. Нужно следует. Кя-с-ру-джима. Четко. Ясно. Не торопясь произнести. К-и. Мин-эль-джи-н-эти. Но нужно очень внимательно быть, чтобы ж. Звук ж. Вот этот звук, чтобы у нас не появлялся. Звук ж. Мин-эль-джи-н-эти. С вауа. С огласовки вау. Перепрыгаем на нун. Удержание. Назализация. Два счета. Удлинение в размере четырех огласовок. И остановка с укуном. Итого получается шестой аят у нас. Мин-эль-джи-н-эти. Ван-нас. Теперь. Уважаемые. Зрители. Точно так же, как мы произносили с вами сур-у-фатиху. В слитном чтении мы сейчас будем применять то правило, которое мы с вами проходили. Слитное произношение. Произношение всех шести аятов. Но следует заметить, что огласовка у нас остается. Я заново запишу огласовки, чтобы нам понятно было. И применяем. В этом случае, то удлинение, которое мы с вами удлиняем в размере четырех огласовок, больше двух нельзя. То есть она будет аннулирована. И останется два. Потому что переходит на слитное чтение. При слитном чтении, естественно, удлинение не удлиняется больше, чем две огласовки. И так получается. Но при остановке последняя огласовка остается четыре или шесть, или два зависимости, сколько мы здесь взяли ориентир. То есть Ориентир шесть огласовок. В этом случае при слитном чтении последняя огласовка, последнее ударение, здесь удлинение будет в размере шести. Обратите внимание. Бисмиллахи рахмани рахим. Естественно, самое лучшее чтение, это чтение пророка, алейсалату вассалам. Так как он читал раздельно каждый аят отдельности, это является самым лучшим чтением. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракат.